Что ты можешь сказать? Как правильно какать. Как правильно какать. Это не надо вырезать. Наверняка никто не знает. Вот, это физиологично. Так и надо, чтобы коленки были выше попы. А ты знал, что ты какал неправильно все это время? А еще нельзя пользоваться телефоном. Эту лекцию с гастроэнтерологом мы все смотрели. Там же память закончилась на флешке. Юлия Олеговна, ходят слухи, что есть какие-то правила. Дорогие друзья, сегодня я вам расскажу, как правильно ходить в туалет. Существует несколько простых правил, чтобы быстро и без боли выполнить акт дефекации. Первое правило – это то, что ваши колени должны находиться выше выходного отверстия прямой кишки. Для этого можно использовать различные ступеньки, подставлять их под ноги и в таком положении садиться. А также существует правило тон, в котором описаны основные принципы, как правильно это делать. Тысяча очков, буква. Буква Т. Откройте. Трехминутная дефекация. Ак дефекации должен в норме длиться от трех до пяти минут. Не надо засиживаться, брать свои телефоны, газеты, кроссворды, книжки. Посвятите эти три минуты самому себе. Шестьсот очков, буква. Буква О. Одномоментная дефекация должна приносить вам чувство облегчения и освобождение прямой кишки. Не должно быть такого, что вы вышли из туалета и вам тут же захотелось опять туда вернуться. Четыреста пятьдесят очков. На барабане буква. Буква Н. Откройте. Нет натуживания. То есть акт дефекации должен проходить нетравматично, не надо надуваться, напрягаться в этом процессе и постарайтесь максимально расслабиться. Триста пятьдесят очков. Буква. Буква Е. Откройте. Ежедневное употребление пищевых волокон. Прежде всего это волокна псиллиума, которые дополняют рацион клетчаткой и естественное употребление овощей и фруктов для того, чтобы стул был сформированный и клетчатка давала основу для этого стула. Надеюсь, после этого у вас не будет возникать проблем при походе в туалет. Все? Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.